Метеостанция WFS610PL – это удобный бытовой прибор, который позволяет узнать температуру и влажность воздуха в этом помещении. Исследуя эти данные, метеостанция может сделать предъявительный прогноз погоды в надлежащие 3 дня. Эти данные отображаются в ее символе в верхней части дисплея. Символы появляются попеременно. Сначала один символ – это текущая погода, затем одновременно два символа – это предполагаемая погода на 2 последующие годы. Сам дисплейс возведен на 4 сектора. Мы уже говорили, что в верхнем секторе отображается прогноз погоды. Далее отображается время. Время может изображаться в виде в числе минуты секунды, а может в виде в числе минуты день недели. Для выбора новой индикации необходимо просто нажать кнопку «Стэнсей». Также в этом секторе отображается настройка воздуха. Нажав на кнопку «Аллах» можно увидеть, на какое время он высадил. И если возникает необходимость, то перенаслывайте его. В следующем секторе отображается значение температуры воздуха. Также в виде символа отображается тенденция изменения температуры. Температура может изменять как градус в текущем, так и градус в текущем. Для установки необходимого значения нужно нажать кнопку «Градус». В самом нужном секторе дисплея отображается тепловое значение давления в процентах, тенденция изменения давления для символа. Самая главная особенность в форме станции является то, что в ней есть функция просмотра фотографий. С помощью SD-карты, которая установлена в вашей любимой фотографии, вы можете вывести вопрос про индивидуальный диктейль фото и просматриваться в режиме «Слайд-шоу». С помощью «Слайд-шоу» можно настроить необходимый временной интервал смены фотографии. Если вы хотите, чтобы на дисплее отображалась всего одна фотография, то можно установить нужный режим изображения. Также с помощью «Слайд-шоу» можно настроить необходимые параметры фото. Ведь ее станция W-610-FM – это уникальные устройства, с которыми вы будете в курсе погодных изменений в каждом день. Также станция может стать отличными и красивыми подразками. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!